Минувшая неделя, какой ее запомнили в муниципалитетах при Ангаре, в этом выпуске программы «Середина земли Иркутская область». В ближайшие минуты с вами я, Александра Кошурникова и мои коллеги. В этом выпуске на связь выйдут несколько территорий. То есть Телимск, Братск, Нижнеудинск, Шелихов и Уссолье-Сибирское. Но начинаем мы, как обычно, с информации из областного центра. Обязать арендаторов лесных участков, не дожидаясь приезда пожарных, приступать к тушению огня. Этой инициативе губернаторы Иркутской области придали статус законопроекта. До начала пожароопасного периода остался почти месяц, но 8 тысяч человек, 2,5 тысячи инженерной автомобильной техники, еще 19 единиц техники авиационной, самолетов и вертолетов уже приведены в состояние полной готовности. Слово Галины Терневой. Этот трактор роет защитную полосу. Дальше нее огонь не пойдет. Сотрудники МЧС и агентства лесного хозяйства области готовятся к началу сезона лесных пожаров. До него осталось меньше месяца. Все подразделения в полной боевой готовности. Это показали плановые учения. Они проводятся каждый год, проводятся в каждом муниципальном образовании. В данном случае мы сегодня стали свидетелями проведения такой тренировки именно в городе Черемхова. Но согласно руководящих документов, которые есть, согласно тех указаний и приказов, которые нам доводит Министерство о пульсиальным ситуациям, даже такие тренировки проводятся постоянно. В региональном центре лесовосстановления о том, какой вред лесам приносят пожары, знают не понаслышке. Сейчас здесь высаживают в теплицы и в открытый грунт молодые сосны. Более 70% из них уйдут на то, чтобы компенсировать потери от огня. Но это произойдет не сразу. Чтобы саженец стал полноценным деревом требуются годы. Три теплицы у нас готовы. Это 750 тысяч саженцев с закрытой корневой системой. И в прошлом году мы посадили, у нас выросло почти 3 миллиона на одном гектаре. В этом году мы планируем 4 гектара с открытой корневой системой посадить. По статистике прошлого года более половины от общей площади пройдены огнем. Это участки, сданные в аренду. На заседании президиума госсовета губернатор Иркутской области Сергей Рощенко предложил вменить в обязанность арендаторам тушение пожаров на землях, которые они взяли в пользование. Спасатели, пожарные, лесники инициативу главы региона считают своевременной. Это очень правильно, потому что взяв в аренду лесной участок, арендатор просто обязан смотреть за противопожарными мероприятиями и в случае возникновения все-таки их тушить. Я думаю, что арендатор сам даже должен болеть за то, какая древесина у него останется на его арендованном участке. Сейчас под гаром или все-таки более качественно. Поэтому он сам даже заинтересован в этом. Инициатива губернатора уже обречена в форму законопроекта. Он предусматривает изменения формулировки одной из статей лесного кодекса Российской Федерации. Сейчас при обнаружении возгорания на своем лесном участке арендатор должен известить об этом пожарных и ждать их приезда. Предлагается же обязать его еще до прибытия помощи. Самому начать тушение, не теряя ни минуты драгоценного времени. Галина Тюрнева, Александр Мокин, Александр Дудин. Новости сейчас. Продолжает выпуск события Братска. В город из Новосибирска был доставлен второй беспроводной троллейбус. Первый появился в январе этого года. Главная особенность таких машин в том, что они могут ездить без привязки к линии. Зарядки аккумулятора хватает более чем на 60 километров пути. Братск один из первых городов в стране опробовал техническую новинку, которая, по словам специалистов, хорошо себя показала. Мы продолжим говорить о событиях Братска с нашими коллегами. Цель радиокомпании Братск, Михаил Горбунов и вам слово. Здравствуйте, Александра. Совсем скоро выйдет книга, очерк об истории спорта города Братска. Ее написал брачанин Александр Щеголев совместно с ветеранами спорта и городскими спортивными федерациями. Накануне с автором встретился наш корреспондент Денис Медовщиков. Они так рады видеть друг друга, потому что встречаются все реже. Кому-то не позволяет здоровье, у кого-то по-прежнему много дел. Но сегодняшний повод заставил многих выйти из дома. Ведь не каждый же день и далеко не каждый человек попадает на страницы книги, посвященные истории спорта в Братске. Эти спортсмены, по мнению автора, такой чести достойны. В основном это лыжники, хоккеисты и легкоатлеты. Будет полторы тысячи экземпляров и будет освещен весь спорт, начиная с 1962 года и по нынешней. Но в основном мы занимались освещением спорта. Вот те, которые ветераны собирали, строили эти стадионы, строили лыжные базы. Идея опять необъятная. Сохранить книги «Десятилетие истории братского спорта» родилась у Александра Щеголева неспроста. Наблюдая за подрастающим поколением, он понял, что сегодняшние школьники практически ничего не знают о том, кто начинал писать спортивную летопись нашего города. О том, что по соседству с ними живут спортсмены высшего разряда. За помощью в сборе всей нужной информации обратился к Федерации спорта и к тем, с кем когда-то покорял пьедесталы. Своими воспоминаниями поделился и Анатолий Яблочков. Мастер спорта по пулевой стрельбе, альпинист, марафонец. Своего 75 он все еще занимается спортом. Готовил ребятичек, готовил этих мастеров и кандидатов, и перворазрядников. Типографская работа закипела, сейчас идет верстка и оформление. Объем будущей книги – 170 страниц, тираж, полторы тысячи экземпляров. Александр Щеголев и все, кто ему помогал, решили, что продаваться она не будет. Весь тираж раздадут по Федерациям спорта и будут вручать книгу победителям детских соревнований. Чтобы память была жива и чтобы у истории было продолжение. Денис Медовщиков, Михаил Кузнецов, программа «Факт». Спасибо, Михаил. Мы продолжаем общение. Тема «Социальная» из Уссулии-Сибирского. Город стал участником эксперимента. Обо всем подробнее расскажут наши коллеги с телерадиокомпанией РТВ. В студии новостей работает Мария Ефремкина. Мария, мы вас слушаем. Здравствуйте, коллеги. Одна из главных новостей недели. Уссульский специализированный дом ребенка единственный в Иркутской области участвует во всероссийской пилотной программе «Как дома». Разработан проект специалистами факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета. В Уссульском доме ребенка, где живут дети с рождения до 4 лет, уже открыта и действует экспериментальная группа. Малыши из группы «Карапузики» Уссульского дома ребенка не знают о новшествах и о всероссийском проекте «Как дома». Однако перемены дети почувствовали. В экспериментальной группе стало меньше ребят. Здесь собрались карапузы разного возраста. Некоторые из них совсем крохи. Малютки едят и спят по собственному режиму. А дети постарше уже подстраиваются под их распорядок и стараются не шуметь. Сущность этого проекта «Как дома» – это создание условий, приближенных к семейным. То есть это семейная форма проживания детей. То есть у них есть младшие дети рядом со старшими. То есть это их как братья и сестры. То есть они видят маленьких детей. Маленькие дети тянутся за большими детьми. Эти пытаются за ними уже ухаживать. То есть это создание условий, приближенных к семье. Группу «Улыбка» перемены еще не коснулись. Здесь все по стандарту. 12 малышей, дети одного возраста. Воспитатели и нянечки работают по сменному графику. Картина типичная для всех домов ребенка Иркутской области. Сейчас в Усольском доме ребенка действует 8 групп, а экспериментальная пока одна. Впрочем, почти в каждой теперь есть родные братья и сестры. Их стараются не разлучать. С тех пор, как открыли экспериментальную группу, персонал постоянно обучается этому мастерству. В Усолье приезжал с лекциями и доцент факультета психологии Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Пальмов. Сегодня взрослые учатся наблюдать за воспитанниками и распознавать эмоции и сигналы малышей. Нужно научить людей взаимодействовать, прежде всего, между собой. Не так, что медсестра выполняет только свои функциональные обязанности, воспитатель только свои, да, санитарочка, допустим, свои. Но прежде всего у них есть общая область, это область именно психического здоровья детей. То есть они здесь ответственны за детей. Поэтому они должны уметь и договариваться, и знать развитие детей этого, допустим, да, вот возраста, их особенности. Поэтому вот именно обучающие семинары, они проводятся со всеми сотрудниками. По пилотной программе уже несколько лет успешно работают дома ребенка Санкт-Петербурга и Новосибирска. В Иркутской области такой проект внедрили пока только в Усолье. В будущем здесь будет не одна экспериментальная группа. Дом ребенка полностью перейдет на семейную модель проживания детей. Коллеги, вам слово. Спасибо, Мария, за рассказ о событиях Усолье. В Шелихове завершается уборка длиной в месяц. С начала апреля там проходит месячник чистоты. В течение этого времени специалисты профильных ведомств проводили ежедневные объезды городских и поселковых улиц. Сейчас на связи с нами журналисты для компании Шелихов ТВ Виталий Шахназаров. Виталий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, о предварительных итогах месячника, что уже можно сказать, и стал ли город чище. Здравствуйте, Александра. Во всяком случае, нарушители чистоты были выявлены. Без замечания не обошлось нигде. Основные нарушения касались статьи о захламлении территории общего пользования, прилегающих к частным домовладениям. За нарушение санитарных правил предусмотрены административные наказания. Несколько комиссий по этим вопросам уже состоялись. И к другим новостям района. Имя Самуила Яковлевича Машака сопровождает нас всю жизнь. На его произведениях, таких как «Багаж 12 месяцев», вот какой рассеянный и многих других, выросло не одно поколение. В Шелихове решили по-особому отметить 125-летие со дня рождения этого замечательного детского писателя. На базе детского сада номер 17 стартовал конкурс театрализованных постановок по произведениям Самуила Машака. Узнаваемые, забавные и поучительные образы героев произведений Машака в исполнении дошкалят девяти детских садов города. Здесь все как в настоящем театре. Декорации, костюмы и грим. Каждому спектаклю предусмотрена своя оригинальная афиша. Театральные постановки одна лучше другой. Пока маленькие актеры выговаривают еще не все звуки, зато стихи читают без запинки. Вот идут на грабицы, тихим сагом волки, шелкали их изы, подняли иголки. Ребятишки из детского дома «Ручеек» уже два года занимаются в театральной студии. Как только они узнали о конкурсе, сразу же решили участвовать. «Королевский бутерброд» – это знаменитое произведение Маршака о капризном правителе, юные артисты поставили за один месяц. Каждый день репетировали и, конечно, учили текст. Ребятки все равно постарались через этюды, через наблюдения, через знакомство с произведениями Маршака, через драматизацию других произведений. Конечно же, мы пришли к тому, что мы наконец-то поняли содержание этой сказки. Постарались на славу все участники мероприятия. В основном это дети старших подготовительных групп. Всего в конкурсе театрализованных постановок по произведениям Самуила Маршака принимают участие 16 дошкольных учреждений нашего района. Кроме конкурса, на базе детского сада номер 17 «Золотой ключик» прошло открытие выставки рисунков по мотивам известных всем с детства произведений. Это мероприятие мы проводим впервые. Конкурс театрализованных постановок. Здесь можно отметить, что каждый ребенок смог проявить себя как артиста, как личность, как индивидуальность. Раскрылись его творческие таланты. По итогам двух дней компетентное жюри определит победителей в разных номинациях. Лучшая режиссура, актер, актриса и многих других. Всем маленьким театралам и их педагогам будут вручены памятные дипломы и сладкие призы. Такой запомнилась минувшая неделя в Шелихове. Я прощаюсь с вами до следующей. Всего вам доброго и приятных выходных дней. Александра. Виталий, спасибо. Идем далее. В регионе начались мероприятия, посвященные празднованию 68-й годовщины Великой Победы. Проходят они по-разному. Так, в Нижнеудинске честовали ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла на встречах в учреждениях образования. В школе-интернате номер 26 с волнением и трепетом встречали участников Великой Отечественной войны. Почетные гости рассказывали молодому поколению истории о войне и победе. А школьники специально к этому дню учили стихи и готовили поздравления, чтобы еще раз сказать спасибо за боевой и трудовой подвиг. Старшеклассникам и самым юным участникам праздника выступать было очень волнительно. Их с каждым годом становится все меньше и меньше. И нам очень приятно дарить свои танцы и песни им, чтобы они улыбались. Мы хотим очень пожелать нашим ветеранам здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ветеранов и тружеников тыла поздравили представителей власти. В честь приближающегося праздника участникам войны вручили памятные подарки и еще раз выразили слова благодарности. Завершился концерт общей фотографии на долгую память о доброй встрече. В Усть-Илимске тоже передают традиции от старшего поколения младшему. Речь идет о старинном ремесле, гончарном искусстве. Эту тему продолжат корреспонденты Илимского регионального телевидения. Мы сейчас связываемся с этим городом и общаться будем со Светланой Шеребковой. Здравствуйте, коллеги и телезрители области. В местной школе искусств номер 2 прошел мастер-класс для педагогов школы по гончарному делу и керамике. Накануне в учреждение пришло новое оборудование для этой специальности – гончарный круг. Деньги на него были выделены по муниципальной целевой программе развития народных ремесел в Усть-Илимске. По этой же ведомственной программе запланированы профильный мастер-класс для педагогов. Тему продолжит наш корреспондент. Из самой дальней комнатки художественного отделения школы искусств номер 2 в этот день звучали неслыханные до сего момента звуки. Впервые здесь заработал гончарный круг. В руках опытного ремесленника и педагога кусок твердой глины становится покладистым и невероятно мягким. Николай Соколов, руководитель областного движения «Художественная керамика» в Усть-Илимске, приехал с одной целью – привить городу любовь к глине и поделкам из нее. Благодаря Николаю Васильевичу в нашем городе скоро будут слышны звуки старинных дудок-сапелок. Урок по изготовлению такого незамысловатого инструмента мастер провел тут же. Передал свои знания по лепке, украшению и музыкальной настройке инструмента. И ведь не просто учат владению глиной. Сапелки, горшки, вазы, фигуры и скульптуры безлики. До тех пор, пока на них не нанесут рисунок. Рисунки не простые, а со смыслом. Старинные славянские символы жизни, плодородия, счастья. Древние бережные узоры будто по волшебству изменяют нашу жизнь, считает мастер. Как и глина меняется в процессе обжига и украшения. Вот эти символы рыбок, наверное, связаны с Байкалом. А может быть, это золотая рыбка, которая приносит удачу. Ее нужно попросить рыбка. Вот мне нужно то-то, то-то. Она, наверное, исполнит. И, конечно, вот такие вот значки ставим. Это старославянская семантика. В частности, это охранный знак Перуна. Новое приобретение, гончарный круг – драгоценные минуты занятий с именитым мастером. Это все не просто так. В Устилимске постепенно возрождают народные ремесла. Есть даже утвержденная муниципальная программа. Береста, роспись, резьба по дереву популярны среди горожан. Следующий шаг – глина. Цель – нужно открыть специальность при школе. У нас давнишняя мечта, которая теперь у нас, я верю, что воплощается. Мы уже давно хотели у себя открыть гончарное дело и керамику. Все условия для этого есть. Осталось найти только педагога, который продолжит свое обучение ремеслу, как в древности – от мастера к ученику. И уж потом передаст полученные знания устилимским ребятишкам. Анна Краснова, Виталий Тартутов, Новости ИРТ. Наше включение подошло к концу. Мы прощаемся с вами на неделю. Всего вам доброго. Спасибо вам и всем региональным коллегам за то, что вышли на связь в этом выпуске региональной информационной программы «Середина земли» Иркутская область. Обращусь также к телезрителям. Вернуться к этой программе или понравившейся теме можно в любое удобное время с помощью нашего сайта www.astv.ru. Все свежие выпуски всегда доступны там. Я же на этом прощаюсь. Благодарю за внимание. Пусть эта неделя запомнится только хорошими событиями. И все дела удаются. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин